В денежной афере руководителя Павловского офиса Почта Банка больше нет пострадавших. Всех обманутых людей внезапно лишили этого статуса. Об этой афере мы рассказывали уже не раз. 36-летняя руководитель Кренского офиса Почта Банка Ольга Барышева в Турции вышла замуж за молодого гражданина Туниса. Решила быстро разбогатеть, чтобы уехать с ним и жить у теплого моря. Способ выбрала криминальный. Пользуясь своим положением руководителя, при оформлении кредитов людям оформляла большую сумму. Например, человек хотел взять кредит на 100 тысяч рублей, она оформляла 500 тысяч и 400 забирала себе. Люди об этой махинации ничего не знали, так как Барышева входила в доверие, брала у них телефон и с их телефона ставила электронную подпись. Когда все скрылось, люди несколько недель ходили в местное отделение полиции, писали заявление, но Барышеву никто не задерживал. Речь идет о десятках миллионов рублей, и люди думали, что она просто сбежит с этими деньгами за границу, и все. Поэтому они обратились в нашу редакцию, и мы сняли сюжет, который вызвал большой резонанс, и после этого Ольгу Барышеву задержали. В деле было 74 потерпевших, и вот на них обрушилось новое потрясение. Статуса потерпевших их лишили. Сегодня нам сказали в следственном отделе города Павлова, что нас попросту выкинули с уголовного дела и сделали не потерпевшими, а всего лишь свидетелями в данном уголовном деле. Мы предполагаем, что хотят переквалифицировать дело со статьи 159 мошенничества в статью более мягкую – растрата. Мы просто находимся в ужасе. С нами проводят вторую махинацию. Мне кажется, здесь какая-то сплоченность банка, следственных органов, ну, просто вот из одного дела в другое переносит. Почему? Закрыто. Это кабинет, в котором нам сегодня сообщили эту новость. Все закрыто. Все закрыто. Все двери закрыты. Ну, уже, наверное, осведомили, что мы сюда собирались идти. Почему они не потерпевшие свидетели? Объясните людям, пожалуйста, кто-то. Зато утром они себя намного борзее вели и разговаривали с нами, смеялись нам в лицо. Банк дал Барышевой хорошую характеристику на суд и уволил ее по собственному желанию только 26 февраля 2021 года, когда она уже третий месяц находилась в СИЗО. Мы задавали очень много вопросов в следственном отделе, но нам ни на один вопрос ответить не смогли конкретно. Это тайна следствия. Какая может быть тайна следствия от людей, которые потерпели от почты банка? Нас 74 человека. На нас повешены миллионы. Миллион огромной суммы. Мошеннические действия были произведены с нами. Заявления в полицию подавали мы, и мы считаем себя потерпевшими. Нас обманули. Это абсурд. Это впервые в моей практике, где статус потерпевших превращается в статус свидетелей. Я что думаю? В дальнейшем последуют иски. И в первую очередь иски будут от банка к моим доверителям. Иски о расторжении кредитных договоров и взыскании денежных средств. Потому что с Барышевой, как я думаю, взять нечего. А мои доверители, они работают. У них есть зарплата, у них есть пенсии, где с них будут брать деньги. Люди находятся в шоке. Мало того, они на грани нервного срыва. У нас произошла вторая трагедия. Умер человек. Первый умер у нас от инсульта. Второй умер от инфаркта. Это тоже из числа потерпевших. Нас сейчас стало 72 человек. То есть двое умерло. На почве переживаний, что на нем он брал 10 тысяч, на нем, по-моему, 200 оказалось. Почему людей лишили статуса потерпевших и сделали свидетелями, нам не разъяснили. Ни в полиции Павлова, ни в ГУВД Нижегородской области. В полиции заявляют о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. Однако, после того, как люди стали возмущаться, все этой ситуации обратились к нам в редакцию. А мы, соответственно, с запросом обратились в ГУВД Нижегородской области. Нам сообщили, что дело из Павловского отдела полиции забрали в главное управление. В руководителе МГСУ ГУВД России по Нижегородской области уголовное дело изъятое с производства следственного отдела МОМВД России Павловский. В адрес главного офиса банка органам предварительного расследования были направлены письма о приостановлении взыскания денежных средств граждан до вынесения решения судом. Расследование дела, возбужденного по части 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ по факту мошенничества в особо крупном размере, которому причастен бывший директор клиентского центра банка в городе Павла, будет продолжено в главке областной полиции. Расследование взято на контроль руководством регионального ГУМВД России. Как сообщил нам адвокат обманутых людей, они намерены обращаться с жалобой и добиваться возврата людям статуса потерпевших. Что касается почты банка, то, как заверяет его руководство, они на стороне обманутых людей и банк считает их пострадавшими. Вот мы с этим не согласны. Мы считаем клиентов потерпевшим в этом случае. Мы придерживаемся той позиции, чтобы, во-первых, восторжествовала справедливость, да, виновная в данном случае, ну вот подозреваемая, да, была наказана по всей строгости закон. Кстати, уже когда этот сюжет был готов к эфиру, нам сообщили о еще одной трагедии в Павлове. Скончался третий человек из 74 известных жертв обмана руководителя офиса почтобанка Ольги Барышевой. Люди живут в непрекращающемся стрессе уже полгода и к сегодняшнему дню обманутых людей, которых теперь полиция потерпевшими не считает, остался 71 человек. Субтитры создавал DimaTorzok